В центре Омска нашли скелет ребенка. Останки человека, жившего в бронзовом веке, обнаружили рабочие при реставрации Светоникольского казачьего собора. Вымку грунта приостановили и сообщили о древнем могильнике в региональном министерстве культуры. Сейчас на месте работают археологи. Все подробности у Елизаветы Василевич. Археолог Максим Грачев рассказывает, ученые уже установили. Это кости ребенка, которому было от 7 до 10 лет. Открывать пакет с останками нельзя, трогать их руками тем более. Упаковались специальные пакеты, которые плотно защелкиваются, чтобы уберечь его от воздействия влаги излишней, чтобы уберечь его от перепадов влажности воздуха. Они также помещены в такую пленку темную, чтобы еще и свет на них как можно меньше попадал. В отличие от костей, которые были найдены при реконструкции Светоникольского казачьего собора, прикасаться вот к этому глиняному горшку, который был обнаружен здесь же, можно. Удивительно, как он хорошо сохранился. По традиции он предназначался для пищи, которую возьмет с собой умерший в иной мир. Археологи относят эти находки к андроновской культуре. Три с половиной тысячи лет назад на месте, где сейчас храм, было кладбище эпохи бронзового века. Скелет человека был найден в характерной для погребального обряда позе. Тут двоякое толкование, либо спящего, кто-нибудь сном, человека, который спит, подогнув ноги к животу, колени, руки, положив щеку, либо уже эмбрион, допустим, утробе матери. Останки уникальные, ведь они сохранились при строительстве такого большого храма, закладка которого состоялась почти два столетия назад, в 1833 году. Вот стена собора, возведенная в 19 веке. Вот она стоит на грунте. Вот черный грунт такой, плотный очень. Это грунт как раз того времени, когда возводился собор. Выемка грунта производилась только под стенами собора для обустройства фундамента. Вот эта часть не выкапывалась, не раскапывалась. То есть вот под зданием остался большой участок, не меньше 100 квадратных метров, не тронут. И, соответственно, все, что в нем лежало, сохранилось. Ученые говорят, нетронутой земли с загадочными артефактами и останками в центре Омска немало. И этот скелет древнего человека один из немногих. Пока он в музее археологии и этнографии ОМГПУ. А затем кости отправят в Тюмень для изучения антропологами. Елизавета Васильевича, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.